Здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэм Динти Аригинал Син, бравая команда, джанчик наш в трухалях, в своих ляпердовых, и в общем-то орки, куда же без них. Напоминаю, что находимся мы в пустоши охотника, и сейчас будем пытаться стравить местных викингов, недоделанных горцев, не знаю, которые очень похожи на викингов, или на норманов, что хотите выбирайте. И, в общем-то, вот этих вот зеленорожих. Да. Бладстон особенно красноречиво звучал, да? Красноречиво звучал. Ну, поняли. Стоять, горная мартышка, тебе здесь не рада. Убирайся ли я пущу тебе кровь. Братные проблемы, чем они? Братские сани, инспекции, нового холодильника. Вот они мне точно тут очень хорошо. Они же не хотят, что я туда ходила, они точно нам кровавики хранят. Я не из людей ярла, но у меня есть все права непорочных. О, супер, да я рассчитывала на это. Черт. Мне выиграть всего два раза. Ну, что-то мне подсказывает, что у меня не получится. Победи мне, победи. Спасибо. Братья-мартышка говорит на языке всеобщей матерь. Добро пожаловать, умная мартышка. Что ты знаешь об этом храме? Мы не инспекция, мы просто стража. Брат Горак выбрал это место для себя. Вот мы тут и стоим. Почему ты здесь стоишь? Брат Горак уговорил нас остаться, бедняка. Он потерял урок. Теперь всеобщая мать ни за что не сделает его избранным. Так, и я даже могу пройти. Вообще, я бы их убила, но, возможно, я это сделаю на обратном пути. Да-да. Ну, это обычный урок, все. О, смотри, как классно, да? Так, а в этой стороне что? В этой стороне... Ага. Ну, в принципе, и то, и другое. Иди уже. Я уже все нашла. А, нет, что-то я немножко попутала, да? Моменты. Все-таки вот нельзя записывать усталый. А я смогу открыть... Своим способом. Нет. Так, ну что, пойдем. Это кто сказал? Краус-то это привел нас к воздуховоду над гробницей рыцаря. Похоже, что это сначала... Кто-то сначала потерял много крови, потом был сблоссан на гробницу. Знаете, что я сейчас сделаю? Я вот так вот сейчас сделаю. В кой-то веке, господи. Под решеткой находится длинская лунная шахта. Подать будет очень далеко. Какого хрена воздуховод разговаривает? Мне это устраивает. Я хочу спрыгнуть. Нет. Ладно. И че? Опа. Вот же, господи. Чуть не ушла. В смысле? А че я дернула-то зачем? Что мне это дало? А! А это так было? По-моему, нет. Здесь должно быть еще два ручега, да, нибудь, где-нибудь? О, ловела помадора. Are my eyes fooling me? Да нет. Подожди, подожди. Там, там, там. Здесь ничего нет? Нет, там вообще не пройти. Пойдем. А вот и спуск человеческий. Так. Сюда я ничего не засуну. Это мне не нужно. Это тоже. Тоже. Ополченец. Не знаю, мне надо вообще что-нибудь? Мне так, в принципе, хорошо, если честно. Фу ты, ёбанка. А что взять-то тогда? Я броню, скорее всего, тогда. Ну, просто вот этот 158, я прям даже не знаю. Не люблю я такие моменты, когда я вообще не понимаю, что тебе взять. Приберечь, что ли, пока что-то. Давай, переберегу. Хотя. Просто вот на сколько... Подожди, вот смотри. Сколько сейчас там? Мне не покажут сейчас. Ладно, черт с тобой. Пойдет. Хрен с ним. Жорю может тоже взять? В принципе, это же защита. В какой-то степени, да? Убьют они, в принципе, сильно. Пускай, короче, выйдет на тот успех. Черт с ним. Здесь мне брать нечего. Лидерство, в принципе, я так понимаю, не обязательно его брать всем. Мы, конечно, в самом начале сырый напортачили, когда пытались там всем по чуть-чуть давать. Но. Ладно уж. Уж как есть. Падаем. В смысле? Не пугай меня так. Нет, вылези. Я не хотела. Я хотела обойти эту штучку. Назад. Там еще один. Кстати, алтарь, куда можно что-то положить. Уже второй такой. Или нет? Нет, показалось. Но очень похож. Помните, у нас есть просто место, где алтарь. Что накалякано? Сик. О, вот это вот, короче. Титюн, гравур. Титюн, гравур. Ой, господи. Слушай. Синенькие эти самые. Что-то я не помню, чтобы у меня был синенький ремешок. Что-то я... Да. Так, тут ничего не слышно. Титюн, гравур. Вроде ничего нет. Хорошо. Промежуточный алтарь. Как называется? Что это за локация? По порядку бы они как-нибудь открывались бы. Могила рыцаря. Тихо. Ой. Сейчас что-то будет, чтобы это было. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опа-опа. Нас встречают. Ой. Ну... Титюнгравр. Видишь, я зажигаю. Огни ваши. Они сами зажигаются, блин. Я могу помочь. Не надо меня таковать. Я хорошая. Видительный страж. Чего торгуешь? Ничего. Совка фас. Дитюрфас. Титюнгравр. Я так и думала, что статуи встанут. Блин, я почему-то чувствовала. Кстати. Настал момент. Истина. Но не, честно говоря. Это хорошо, знаете, когда много мелких врагов каких-то. Но не на жирных, явно. Ну ладно, попытаться стоило. Вряд ли эта фига-то сработает. Ну, естественно. Но зато урон неплохой прошел. Титюнгравр, блин. Может, я зря это сделала. Ну ладно. Так. На камень должен теоретически работать молнией. Давай. Или нет. Вода? Что тут? Что тут против чего работает? На всякий случай. Титюнгравр. Блин, я их долго буду ковырять. Смотри, их четверо таких. Сейчас они как походят, и от меня ничего не останется. Уху, блин. Это жутко. А ты там, где стоишь-то? У них хорошо хоть... О, Дэ, у них очень мало. Я так понимаю. Пока дойдут. Вот это нихренаж себе. Не, здесь как-то... Не, здесь нереально. Я тут не пройду. Так, хорошо, вопрос. Что делать? Давай сейчас попробуем следующим образом. Нихренаж себе. Топи, Джан! Куда-нибудь. Ты меня не видишь? Я тебя не знаю. Жанечка, топи быстрее, пожалуйста. Все. Я спаслась, да? Слава пирамидкам! Титюнгравр. Так, узорчатый сундук. Давай еще раз. Сейчас мы просто немножечко осмотримся. Поймем вообще, что здесь есть. В смысле? А че это было? Хорошо, что я сохранила, Саша. А че это было? Не поняла? Может, я на что-то наступил? Здесь еще и ловушки, что ли? Ты серьезно? Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим. Вот тут меня че-то... Ага, понятно. Просто. Ни хрена аж себе локация, блин. Может, ты рано сюда пришла? Либо здесь прям по хитрости нужно максимально, либо я че-то не догоняю. А, нет, это все-таки ловушечки. Нет, стоп, это следы. Это следы рук или ног, не знаю. Так, ладно. Титюнгравр. Да какого хрена-то? Да как это работает-то? Я даже шага не успела ступить. Я вижу следы, но при этом... Ладно. Смотри, если я еще раз сюда встану. Как я четко выбрала место, да? Окей, ладно. Налево пойти или направо попытаться просочиться. Господи ты. Я, в принципе, могу тактическим отходом отпрыгать, но... Надо же понять, почему здесь вот так вот все. Неочевидно сюда, но здесь, очевидно, будет закрыто. Видите, опять вот эти штуки? Мне нужно где-то рычаги найти. Рычаги, небось, в боковых комнатках. Твою мать. Так. Тактический отход, пожалуйста. Ааа, это... Я поняла! Это то, как я могу пройти. Женщина? Все, я поняла. Я просто думала... Видите, они до этого просто не соединялись в единую линию. И поэтому нельзя было сказать, что это такое. Я думала, это просто следа. Это просто показано, как идти. Хитро. По-моему, в Диван Дивинити что-то такое было. Ну, или очень похожее. Так, хорошо, предположим. А если... Ладно, давайте я сперва открою ходы. Я очень надеюсь, что здесь где-нибудь нет такого еще одного стража, который меня запалит, потому что это было бы нечестно. Я сейчас просто открою ход, чтобы было понятно, как ходить тут вообще. Так, давай пока что сохранюсь. Вообще, конечно, я много сохранений сделала слишком. К сундуку у меня, пожалуйста, можно? Главное, чтобы здесь никого не оказалось. Вот это прям приоритетная вещь. Так, ну хорошо, здесь, я так понимаю, уже можно ходить, да? Странно, а вот что? Вот здесь ничего нет. Ну ладно. Ясно. Так, допустим. Слушай, а прикольно, да? Так, смотри, вот здесь следочек-то как-то обрывается с Леггинса. Не нравится мне это. Просто не хочу каждый раз потом ходить, если че. Туда-сюда. Тут-то что-нибудь будет, нет? Нет, смотри, нет ничего. Не, ну должен же быть где-то проход. Что-то не то. Что-то не нравится мне это. Так, ладно. Странненько. Так, а если в эту сторону? С этой стороны как-то нихрена нет, да? А вот ради любопытства... И я умираю. Да. Интересно. Я тут, конечно, задолбаюсь искать эти пути все. Так, моя главная цель это что? Это хотя бы просто посмотреть, что здесь, правильно? Тут-то, а я могу открыть, что ли? Серьезно? Я могу открыть, прикинь. Не-не-не, подожди. Пойдем посмотрим, что там. Черт, ну это прям пипец. Это, знаете, мне напоминает чуть-чуть локацию, ну, с шахтами. Там стелс был с этими рыцарями смерти, или как они? А тут, ну, не совсем стелс. Здесь больше вот эти вот хитрожопости. Так, давай. Внизу на видимости. Что ты мне рассказываешь? Почему унизу на видимости-то? Ну, если я шагну направо, меня убьет, да? Ну да. Окей, ладно. Возможно, мы сможем как-то это отключить наверху. Сейчас посмотрим. Все, тогда ладно. Все замечаю. Мы вроде как живы. Все, зашибись. Ну, пойдем, ладно. Вроде все, найс. Звуки какие-то непонятные. Пойдем. Вперед. Все. Экспириенс. Могли бы побольше дать, между прочим. Так, это что? А, это вот, вот, кровь вот сюда. Это упало туловище. Ой, смотри. Труп непорочный. Письмо адресовано к Геррику. Отломанный рог. Нет, очевидно. Так, что калякают там? Вы нашли неотправленное письмо, адресованное женщине по имени Юрана. Некий Гарик предлагает ей встречу под луной на берегу реки. Название которой вам неизвестно. Судя по тексту письма, этот парень безнадежно влюблен. Ой, Юраша, плохие новости тебя ждут. Так, а... Ой, здравствуйте. А... Миртос? Эээ... А вы кем будете, господа? А что вы тут стоите рядом с трупом и как-то... Вы кто? Эй, ты, где прячутся красные импы? Не вздумай притворяться. Мы точно знаем, что эти трусы прыгнули именно сюда. Спокойно, сестра. Ни к чему пугать потенциальных союзников. Зачем вы ищете импов? Мы, надзиратели, не имеем к этим краснокожим никакого отношения. Это не теле, которые у меня теперь в конце времен там бегают в обители. Однако у нас общие хозяева, демоны-немезиды. Господи, и ты тут. Они приказали нам вернуть беглых дикарей в родной мир. Беглых дикарей? Почему ты их так называешь? Не знаю, какую хреновину, господи. Какую невинную легенду они рассказывают здесь, но в нашем мире все знают об их темном прошлом. Кстати, а ты что продаешь? Снова, у нас одинаково. Тысячу лет назад красные импы были свободной расой. Они обладали острым умом, но жажда знаний сделала их легкой добычей для демонов. Импам была предложена сделка знания в обмен на труд. Демоны обещали дать им всю мудрость вселенной, а взамен потребовали отрабатывать долг в поте лица. Импы, истекая слюной от мысли о безграничных знаниях, немедленно согласились. Заключая договор, каждый из них лично вписал свое имя в огромный кодекс. Они получили свои знания, но дорого заплатили за них. Новообретенные способности им пришлось применять в рабстве у демонов-немезиды. Значит, импы связались с демонами? Это можно назвать ошибкой, но уж никак не преступлением. А ты попробуй встать между импом и его свободой, и увидишь, как быстро обаяние этих тварей сменится кровоженной дикостью. За своими новыми рабами демоны приказали следить нам, надзирателям. Несмотря на нашу доброту, мы были в том же самом положении, что и те, над кем нам дали власть. Если демон отдавал приказ, мы не могли его не исполнить. Через много веков импы решились на побег. Они собрались вкрадить кодекс, содержащий их имена, и навсегда покинуть немезиду. Но на пути к кодексу оказались мы. Слушайте, может быть, это немезид, это какая-то отсылка к чему-то, но я что-то не улавливаю. Импы не знали жалости. Их бешеная красная стая избивала, резала и рвала на части ни в чем не повинных надзирателей. Они забрали кодекс и их скрылись, оставляя за собой след из окровавленных внутренностей тех, кто пытался их остановить. Может, это какой-то из прошлых частей. Может, ко второй дивинити, который Бион Дивинити, вот эта тупая кривая косая. Разве можно обвинять импов в стремлении к свободе? Что же стало с нами? Наши хозяева решили наказать нас за то, что мы выпустили кодекс. Каждого второго отправили в самые темные подземелья немезиды и обрекли на вечные муки. Вторую половину, ну, в общем, нас поставили перед выбором. Если мы найдем беглых импов, то всех простят. Тогда наши родичи выйдут из подземелий. Если же мы не справимся, то сами присоединимся к ним. Так, ну, я знаю, где искать импов. Неужели? После стольких веков непрерывных поисков, неужели? Вы найдете импов на побережье Сайсила. Проклятые надзиратели, мы не дадим вам этих импов. Вы найдете импов в конце времен. Мы не имели представления об их темном прошлом. Пусть они заплатят за свои преступления. Слушай, я прям не знаю. Мне эти импы не сделали ничего плохого. С другой стороны, как бы, когда-то там они действительно гадили. И теперь люди другие страдают из-за них. С другой стороны, они бежали из рабства из-за них. С другой стороны, они сами себе на него обрекли. У меня с этими импами вообще ничего не связано. Они приперлись в мою обитель, и все. Они мне ничего хорошего не сделали. Ну, зигзагсы они, я думаю, не тронут. Потому что он сюжетный. А вот остальные, они там носятся. Нахрен они мне упали вообще? Ты хочешь, чтобы наших маленьких друзей утащили к демонам? Да ни за что. Пусть эти надзиратели ищут их до скончания дней. Или они отправятся к атаку. Зачем мы служим? Чему мы служим, если несправедливость? Разве можно верить искателю источника, который укрывает убийц? Если на терателе не лгут, и тимпы действительно совершили столь ужасное поставление, стоит мешать правду. Вот да, вот это. Ханна тяжора. Конец времен. Даже не забрались. Далеко же забрались наши маленькие друзья. Бежим туда, спасибо за доброту. У надзирателей не принято получать, не отдавая. Возьми этот камень. Реликвия наших предков поможет тебе на пути. А сколько опыта мне дали? Или не сколько, или я просто попал. Таинственный фолиант, кстати. Черт. Я читанула, и мне сюда их скинули. Блин. Ну ладно. Грех жаловаться, да? Ты же сказал камень. Я что-то как-то это... Кирпич мне дали, да? Ну ладно уж, что поделать. Даже не знаю. Не, ну я, наверное, приберегу пока что. Остальное мне особо не нужно. Ловкость или интеллект. У кого там нажопник-то был? Восемь. Ну, вообще, на самом деле, разница не сильно велика. Либо можно скорость. Инициатива, количество очков действия, получаем их в бою. Инициатива, стартовочка действий. А это, в принципе, очки действия. Вот это стартовые, а это не стартовые. Давай немножечко. Чуть-чуть. Чтоб я за один раз могла много раз стрелять. Так, мне теперь даже интересно. Война за камнем. Нашли тела Гаррика. Рядом с ним лежал обломанный орчерок. Судя по всему, блин, лежащий убийца. Мы отправили на зерна телемир убежищ. Нам это показалось справедливым. Увы, только показалось. Все-таки это... Я вот почувствовала, когда мне опыта не дали. У меня было ощущение, что... Это плохая идея. Мы сейчас, знаете, что? Мы сейчас посмотрим в конце времен, что происходит. Если что, загрузимся. Мне просто... Если не дают опыта, значит, это подстава какая-то. Сейчас могу я их поломать. Интересно, есть ли я на них нападу вот сейчас? Ну, нет, нет. Не, они просто ушли, да? Хорошо, а давай посмотрим на иной вариант. Они, наверное, на меня нападут просто? Знаешь, что мы сейчас делаем? Мы сейчас вот это вот так вот сделаем. Чтобы потом в случае чего не грузиться. Опять не проходить. Мне просто всегда, когда не дают опыта, или, знаете, что-то как-то как будто бы маловато, мне это вызывает подозрения определенные. Так, ну давай посмотрим. Бла-бла-бла. Сейчас посмотрим. Сейчас я вот так вот сделаю. Вы найдете импов на побережь и сайсила. Неверно. Пусть еще сто лет гоняются за собственным хвостом. Побережь и сайсила, говоришь. Мы уже перевернули там каждую песчинку. Но если так, то перевернемся снова. Если понадобится, хоть тысячу раз. Спасибо и прощай. Так, а где еще? Вот либо вот это вот, либо вот тут, либо где-то здесь. Короче, где-то где песок. Логично. Это кто? Слушай, побережье, а не тут ли? Вот здесь, помню, орочи были. Гавань сайсила. Во, может там? Гавань-гавань. Пойдем. Ну, тут их вряд ли мы найдем. Кровавая ворота. Так вот хочешь, чтобы все культурно было? Так и хрен. Ребята, вы где? Что-то я не знаю, ребята, где эти чуваки. И мне очень неохота их искать. По какой-то мотивации помогать именно импам у меня нет. Кроме того, что они, ну, как бы прикольные. Но как-то... Ну, не знаю. Не алло. Тут такое ощущение, что сестричка. Может, мне кажется. Как бы так сделать, да? Почему ты с задницей, блин, поворачиваешь? Почему это все вне зоны видимости? Ой, все, идите в зубу, короче. Наплевать. Ну его нахрен. Если что, телепортнусь потом. Может, как-то там пройду. Дрочите вот над вот этим. Можно было бы, конечно, Джана сюда попробовать загнать. Может быть, он смог бы меня телепортировать. Это дебилизм. Видишь, здесь я зону видимости. С какого хрена, блин? Кто сказал? Сюда, конечно, пожалуйста. Телепортируйтесь. Неслаждайтесь жизнью. Вот сюда я на ступеньку могу запрыгнуть. А там идите в задницу, да? И тут же меня убивают все равно. Ну вот что ты делать будешь? Ой, шло бы оно все нахрен. Не, мне кажется, это правильный вариант. Не знаю почему. Мне их жалко с одной стороны. Реально, они сами виноваты. Почему из-за них должны другие страдать? Все, до свидания. Все. Гудбай, что называется. Серватория замечательная. Но я, пожалуй, схожу в зал секретов. Я надеюсь, там книжечки появились. Я прикупила. Стол горит. До сих пор. Вообще, вряд ли сейчас будут книги. Слишком мало времени прошло. Ну да. Эх! Ну ладно, что поделать. Стойку нафиг. Паук. Ну пускай будет, наверное, да? Все, до свидания. Хорошо. Я, наверное, подрежу все эти прогоны. Просто... Чтобы не отнимать ваше время. Ну, с этими ребятами. Потому что я там несколько раз туда-сюда грузилась. В попытках понять, что я хочу. Действующий портал. А какого хрена? Запретную зону? В смысле? Да, запретная зона. А почему портал не работает? Вообще, я столько уже кровавиков нашла. Какого хрена у меня открываются? Телепорт отказывается работать. С какого вот перепугу, собственно? У меня реально уже столько открыто этих самых... ...кровавиков. Я уже сбилась со счета. Что-то толку-то как-то и нет. Так, оружейное. Слушайте, у меня вот этот диалог был. Но, по-моему, в запись это не попало. Потому что я загружалась. И это было вообще как-то то ли за кадром, то ли еще... Если вдруг это было, я извиняюсь. Но если этого не было... Вот. Я ломал голову, размышлял, оценил, просчитывал. И вот я пришел к выводу, что точно установил нашего истинного врага. Нашим главным врагом, конечно же, является пустота, которая поглощает пространство и время. Но даже это великое всепожирающее ничто не столь опасно, как те, кто помогает ему здесь. Или в Ревелоне. Полагаю, он все еще жив. Тот, кто положил всему этому начало. Тот, кого вы заперли... Вернее, встретили, господи, в зале хранителей. Ты имеешь в виду демона, который таится в этих залах? Да, его. Он же не похож на прежнего себя. Но именно он шептал о старте слова искушения и обмана. Он союзник пустоты, мечтающий дать ей безраздельную вечную власть. Вот кто он такой. Но он лишь говорит, что слова не слишком опасны. Как писатель, вынужден с вами не согласиться. Но даже если и так, смотрите в оба. Его слова далеко не просто болтовня. По большей части это место, которое когда-то было вашим домом, вполне реально. Но это демоны Астарта, мне кажется, они лишь тени от самих себя. О да, он должен был быть где-то тут. Он в воплощении кровожадности, лжи и интриг. Уверен, что все это время он выстраивал свои коварные замыслы. Если он нашего врага из сердца, именно он заставляет его биться. По крайней мере, такова моя теория. Кстати, ты что-то поддаешь? Нет? Хорошо, допустим. Оружейное. Я не помню, была это или нет. Ух ты же, господи. Может, кстати, портал не открывается, потому что нужно как-то, знаете, последовательно с диалогами. Так, я рада, что вы заглянули. Знаете, она говорила мне, что вы выросли. Наивная девочка. Она поведала мне этот факт с такой невыразимой гордостью, как будто бы я сам этого не знал. Как будто я не слежу за вами, словно стервятник за умирающим зверем. И чистый. Я бы с удовольствием вырвала ее влажные глаза и бросила их на сковородку. Вы когда-нибудь видели, чтобы яичница глядела на вас? Я видел. Но довольна этих пустых разговоров. Да, я слежу за вами, но если поначалу мне было забавно, то теперь я раздражен. И все равно я жду. Жду того момента, когда вы станете достаточно могущественными, чтобы осознать всю глубину своего поражения. Куда бы вы ни пошли, я буду следить за вами. Кружить в небесах, смотреть, ждать, готовиться к броску. Так, декоративная дурочная вещь. Так, мега кузница пригляз. Че, наверху? Блин, дайте топор. Нифига себе хакаки. Молоток топор. Не, ну это все еще не здорово, конечно. Не густо. Могли бы сюда что-нибудь веселенькое положить. Ну, остальное пусть валяется. Ну, так-то и все, да? А, не, подожди, дверь. А, слушай, а тут такая есть? Нет. Во, вот это уже интереснее. Так, подожди. Ну, мифический сундук. Это все очень из дерева и конечни. Самая противность, что гребаный рандом. Понимаешь, у меня есть свиток, который откроет мне. Был. Который откроет мне сундук, но... Как бы... Ну, как-то не алло, да? С другой стороны... Так, подожди. Если доспехи будут не чешными, можно будет и оставить. Не люблю вы... Когда... Когда... Как сказать? Когда рандом. Вот это не честно, на мой взгляд. В смысле? Ах, ты ж... Подожди. В смысле? Черт. Ну, вот и настал этот момент. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Не, это круто. Ловкость, конечно, жалко терять одну штуку, но, блин, все остальное... С другой стороны... Не, вот, как сказать, все остальное, оно как бы не перекрывает то, что у меня есть, но оно перекрывает тем, что рейтинг брони 50. Так, ну, допустим, ладно. Допустим, мне понравилось. Мне просто интересно, а что будет в следующих? Смотри, чешуйчик-то доспех такой. Я знаю, я сейчас буду поступать не совсем честно. Но, ну, блин. Мне просто интересно, что в других будет лежать. Либо что будет при рандоме. Смотри. Просто интересно. Так, ну, надо как-то сохраниться после того, как я эту штучку... Сейчас, сейчас, сюда... Я, конечно, понимаю, что я могу и этот же сундук открыть, и будет все то же самое. Ну, то есть, рандом. Пусть ка будет вот этот. Ну, вот, да, вот, чувствуете? Не, я, конечно, поняла, что острый узорчатый меч и все такое. На кому он, блин, упал? Меч этот, да? Где здесь хватит? Скажи мне, что хватит. Нет. Все-таки, да. Настал тот миг, когда мне придется качать знатокалый генд. Хорошо, что за меч одноручный? Ну, нет, 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 нет. Мне нравится мой первый вариант. Вот этот вот с доспехом. Все. Пора уже обновляться, в конце концов, а то у меня все ребятки ходят уже в своих доспехах, в тряпках, а у меня ничего нет. Что это такое вообще? Ну, если что, надо поискать, кстати. Может, у кого-нибудь продаются эти свитки на магические замки? Потому что, ну, что это такое-то вообще? Так, ну ладно. В принципе, все. Пойдемте выйдем, может быть, может быть, еще что-нибудь? Зигзаг скажет новенького. Может, там все-таки открылись следующие порталы? Я уже реально столько этих самых активировала. Пора бы. Ну-ка. Точно, смотри. Ура! Порталы! Друзья мои, я смотрю, вы нашли еще один звездный камень. Это просто замечательно, но я тоже не бездействовал. Мне удалось установить истинную природу этих камней, да? А теперь я уверен, это осколки душ, а точнее фрагменты вторых душ, исключенных в ваших телах. Если это так, получается, что вы собираете частички прежних себя, а вместе с ними восстанавливаете свой дом и весь этот маленький мир. Я пока не знаю, почему наш откачих при этом получает новый материал для работы, но полагаю, ответ где-то очень близко. Думаю, вам будет гораздо интереснее узнать о том, как появились звездные камни. Их происхождение поистине удивительно. И заткнулся, да? Морская романчик. О, что-то торговая лавка, да? Найс. О, господи, я смогу торговать здесь. Мне-то знаете, что напоминает черный предел или как он там назывался локация в Скайриме, помните? Топовая такая с медузками. О, смотри, 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 медузки. О, медузки. Так, ладненько, что тут у нас? О, хранители. Как же вы мне нужны в этот час пустоты? Умоляю, откликнитесь на мой зов. Воронка затягивает меня. Враг уже стучится в хрупкие врата времени. Небо темнеет, а звезды гаснут. Вы должны прийти ко мне. Звездные камни проложат дорогу. Ищите их, используйте, наделяйте их силой и поторопитесь. Умоляю, поторопитесь. Тайм из ренинг от. Только Старстон может оставить Маэлстром сейчас. Ах, что дамнабл-стов скрыт лучше, Так, что у нас там? Сейчас будем торговать. Что неинтересно, продают? Ой, если будут свитки с магическими ключами, будет вообще замечательно. Надо сразу жорой вперед бежать. Ой, волшебные метла, смотри. Торговец между мирами. Так, сундук, в котором ничего нет. Почему-то там что? кораблик, смотри, космический. Космический корабль, Ох, если бы... Чуть не густо у вас тут, сэр. Так, сохраняшка. Да, здравствует торговля. Здравствуйте, здравствуйте. Подойдите ближе, взгляните, найдите изысканные товары из далеких волшебных миров и местных трущоб. Не спешите, время все равно ничего не стоит. Ты кто? У этого заняло целую вечность или тысячу лет отсюда? Я был простым мелким торговцем, катавшим свою тележку по мостовым аллерота. Но мастер дзигзакс потратил долго или, напротив, очень короткое лето, чтобы научить меня науке искусства прыжков через разрыв. С тех пор я путешествую туда-сюда в пространстве времени. Давай, товары. Посмотрим. Телебри, вот, кстати, оружие. Ну, нет, вот почему нельзя такая сделать? Чтобы посмотреть, я че такое металлический наручек, карманник. Кстати, красочки. Желтая краска. Можно я все возьму? Я хочу перекраситься. Черная, конечно, вообще пипец сколько стоит, но ладно. Что-нибудь перед домами. Так. Саронг, сила воли, 9. Интеллект, сила воли, крепость тела. У-у-у, Джана, по-моему, что-то очень похожее. Рыцарская. Рыцарская. не лучше, чем то, что у меня. А вот это уже интереснее. Не знаю, только щитов плюс 1, а там, видите, одноручный и этот самый. Но здесь не восприимчивость к оглушению. Да и блок повыше. Не, наверное, я все-таки возьму. Пускай будет. Не ломается. Лидерство телосложения. У меня, по-моему, у Дизипты там на восприятии или на ловкость стоит. Поэтому оно как-то, ну, не знаю. Ой, принять, принять, принять. А, ну да, да. Ой. Так. А, чёрт! Так, выйдем, выйдем, выйдем. Ну-ка. Нет. Брать, брать тогда шапку, шапку брать. Ретернс, давай, бери шапку. Она не опознана, поэтому такая дешёвая, да? Сколько? 21 тысяча шапка стоит. Упал, что ли, мужик? Охренеть. Ой, подожди, у него там что-то ещё. Чё-то, 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 где-то. Ну, нет. Нет, с одной стороны, конечно, ну, нет. Скажем прямо. Так, ладно. Так, амулет там. Так, сяпочка, 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 пожалуйста, сяпочка. У меня на голову. Сяпочка, ты где? Ну-ка, дай я хочу, посмотрю, как она выглядит. Так, сейчас. Топово. А сейчас ещё и перекрасить, смотри. Сейчас я перекрашу, что чёрно-белая. Доспех в чёрный. Не, подожди. С краской она иногда работает, а иногда измени вообще хрен, хрен заметишь. Поэтому мы сейчас сделаем вот так. Чёрная доспехина. Ну, типа сработало. Ремень, по сути, перекрасился. А белая... Белый нажопник. И... Красный наручник. Вот такая вот красная теперь. Ну да. Где Мадора? У неё там, по-моему, в цветах прям проблем была какая-то. Хотя нет. Такая серебристая. Вот такой вот это мне не нравится. Давай синий на Мадору. Наручи синий. Да ладно! Ну ладно. Не надо. Ну и всё. Слушай, смотри, какая классная теперь стала. Белый нажопник. Красный наручник. И ещё вот эта грива. Найс. Не, ну неплохо, да? В любом случае. Я думаю, пора заканчивать. Что-то я разгулялась тут. И подсказывает мне что-то, что следующая серия начнётся с того, что мы будем открывать другие порталы. Посмотрим, что там. Я пока что, кстати, тут разгружусь. Как раз таки и продам всё лишнее. Вам говорю большое спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. И, в общем-то, до встречи в следующей. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!